В эфире программа в центре внимания. Сегодня у нас в гостях бойцы СВО с позывными Лис и Фима. Это морпехи, бойцы отдельной гвардейской ордены Жукова, бригады морской пехоты. 155-й, знаменитые бригады. Все правильно? Да, все правильно. А как вам удобнее, чтобы вас называли? Все-таки по позывным или можно по именам? Можно и по имени, можно и по позывному. То есть вам уже нормально? Можно по военному, можно по граждански? Да. Кирилл и Андрей? Все правильно. Мы рады вас видеть здесь. Спасибо. Мы рады вас видеть живыми и здоровыми в первую очередь после того, как вы со СВО вернулись. Но я думаю, что вам все равно в любом случае вы туда будете возвращаться. Ну, в скором времени, да. Отправят назад. Но пока лечусь, как выздоровлю, так и отправят. Вы после ранения? Да, все правильно. Ранение было серьезное? Перебило кости, раздробило. Снайпер ночью отработал по мне. Это было на Северных дачах в феврале месяце. Вот поступила задача, то есть захват Угледара. Наступали на Угледар. И вот там получил ранение. Мы все видели вот эти видео с вашим участием, которые буквально в феврале прошли по интернету, прошли в выпусках новостей федеральных каналов. Но это что-то просто невероятное. По количеству прилетов, по количеству ударов, которые на вас со всех сторон сыпятся. И как вы при этом еще успеваете действовать, еще успеваете выстраивать какую-то стратегию, да, каким-то образом. Вот расскажите, как все это происходило, историю вот этих видео. Угледарских, да? Да, Угледар, Северные дачи именно. В общем, поступила задача, штурм Северных дач. Что такое Северные дачи? Это какое-то такое под Угледаром местечко. Да, это рядом с Угледаром населенный пункт. Наша задача была зачистить его. Ну, чем мы и занимались, в принципе. А очистить от украинских войск? От фашистов. Мы закрепились, ну, по итогу, как в полукольце мы оказались. И вот держались, я получил через две недели ранения, а мои остальные ребята 21 день там были. Потом их вывели, ну, произошла замена. Как-то вот так вот. Ну, на видео видно, как вы занимаете один дом, да, другой, перемещаетесь, при этом находитесь в окружении, там видно, как по вам снаряды прилетают. Где вы берете силы, вот как вы, чтобы в этой ситуации действовать еще? Сохранять голову холодной, сохранять какой-то, что-то план какой-то в голове придумывать. Как это все? Тем более, что вот Андрей, командир подразделения, да, какого-то? Командир взвода. Командир взвода. Ну, как-то на адреналине это все выглядело, не знаю, было адреналин, как-то старался отвлекать себя, ну, как-то так вот. Войду в разговор добавлю. На морально-волевых, на веру в себя, на самом деле, то, что ты веришься, видишь товарищи, у тебя оппоненты серьезные, помогают. Это все укрепляет, помогает, веришься. И когда команда слаженно работает, это о многом говорит, можно работать, нужно работать. То есть, когда рядом видишь людей, на которых можешь рассчитывать, на которых 100% можешь. Положиться, да. Это вдохновляет, это дает сил даже с тем учетом, что если ты где-то голодный, или там какое-то время не ел, или чувствуешь себя плохо, все равно это вдохновляет, это помогает, и тебе надо выполнить задачу любой ценой. То есть, все это уходит и просто на энергии, и вы двигаетесь вперед. Ты идешь, идешь, и ни о чем не думаешь, просто работаешь. То есть, вот три дня вообще есть, там не хотелось. Прям вот адреналин, вообще три дня не ел, не хотелось. А потом? Потом, ну, захотелось, да. Ну, было что? Лис потом всех бодрил, заставлял есть. Было, было, ну, потом как? Лис заставлял есть? Было, да. Да? А вспомни, что заставлял есть? Ну, а споем. А как заставлял? Ну, ребята устали, голодели, не пили там, постоянно в круговой обороне находились. А вот чуть-чуть перемещаясь в мирную обстановку домой, когда возвращаетесь, чего просите, какой еды? Я маминого борща, если честно. Маминого борща? Да, мне нравится. Кстати, да, тоже борщ. Вот просто хочешь, там что-нибудь жиденькое. Там в основном сухопаек, а жидкого хочется. Супчика. Да, супчика легенького, конечно, дома. Что-нибудь такое. Дом есть дом. Дома как отдыхаете? По-разному. Я вот, допустим, в зале себя чувствую хорошо. Вот чувствую загружен эмоционально. Где? Пошел, грушу побил в спортзале. Бокс? Ну, бокс. Да любой вид спорта вообще грушу побить просто. У меня даже дома есть собственный турник, груша. Я люблю этому уделять. Потому что если ехать на войну, вот даже сейчас я готов еще раз ехать. Ну, мне надо тоже сейчас находиться на либеритации. Хочу полностью под восстановиться. И если ехать, то надо здоровье полноценно, желательно, 100%. Потому что там задачи реально крутые бывают. И быть кому-то обузой я не готов. Потому что если я, допустим, не могу какую-то задачу выполнить и пошел ее выполнять, и не выполню, соответственно, за мной пойдут товарищи, которые, ну, будут меня не оставить там. А если я буду как обузу, они пострадают за меня. Тогда расскажите просто свою историю. Как вы вообще попали на СВО? Вы же профессию военного не выбирали. Кадровыми военными не были. То есть как вообще попали туда? Ну, я то есть смотрел новости. Ну, как-то стало не по себе. Поехал военкомат, то есть 23-го числа, 23-го сентября, после того, как объявили мобилизацию. Приехал военкомат, военком говорит, мне пока не до тебя, приезжай на следующий день. А, и 22-го приехал числа. Он говорит, пока не до тебя, приезжай на следующий день. Вот, приехал на следующий день, он мне говорит, давай посмотрим сначала, ну, есть на тебя поездка или нет, ну, на другие дни. Я говорю, ну, посмотрите, так-то, я говорю, вообще хотел в Тигры попасть. Получается, добровольно приехал? Да. Он говорит, ну, тебя есть на 27-го число, типа, поездка, я могу тебя либо в 5-ю армию отправить, либо в морпехи. Я говорю, давайте в морпехи, так как у меня отец, ну, служил в свое время тоже, на офицерскую должность занимал, когда еще была дивизия в Славянке. Вот, и попал вот так вот туда. Ну, срочку опыт прошли? Подразделение Дашима. Срочку я служил с 13-14 год. А я с 12-м, 13-м. В подвижном узел связи у нас тут в Владивостоке. Какие-то навыки остались еще? Что-то помнил? Организм, что-то тело помнил? Какие-то навыки военные? И Андрей, и Кирилл, там, к обоим вопросам. Да, помнил, конечно. Огневую подготовку мои руки помнили, на самом деле. Мы часто стреляли, я служил на Сахалине, срочную службу, танковой директрисе. Ну, мы в основном служили полигон, так скажем, но стрельбы у нас постоянные были. Да, мы работали, обтачивали навыки. Я очень благодарен это командирам, которые нас этому учили. В армии? Да, именно на срочке. А перед тем, как пойти на СВО, все-таки проходили какую-то подготовку? Переподготовка. Вот у меня лично была, да, нас холлайфцы тренировали. Ну, холлайфцы это легендарное. Это серьезное, да. Вот им я очень благодарен. Есть у нас, я могу прямо отметить, выделить одного человека. Там был капитан второго ранга у нас с позвонным гепард. И основной мой учитель, наставник, так скажем, пулеметному делу был Моисей такой. Я бы очень хотел, чтобы до него эта информация дошла. Я ему вообще выражаю благодарность, потому что он действительно научил обращаться с пулеметом, ну, как женщина, наверное, я так скажу, не постесняюсь. И он действительно нас выручал неоднократно пулемет. И вот эти задержки, все эти моменты, перезарядки, все это необходимо было уметь быстро делать, защищать, разбирать, собирать оружие, потому что он перегревался ствол, всякие моменты были там. Ну, я очень благодарен им, большое им спасибо. Вот та подготовка на полигоне, перед отправкой на СВО очень помогла. И я действительно, еще раз повторюсь, я реально им благодарен, большое им спасибо тем инструкторам, кто был рядом с нами в Ту-Кон. Получается, эти инструкторы, они, может, немало жизней спасли, да, во время подготовки? Да, непосредственно, я согласен с этим. Андрей, ну, откуда командирские навыки тогда? Ну, они проявились, на самом деле, с первой задачей, как я так думаю. Но, как, ну, меня заметили там, что, ну, я действительно, ну, иду вперед, ну, и умею что-то. И, как, меня поставили сначала на должность командира отделения, я был там уже. Потом нас вывели, когда с первой боевой задачи приняли такое решение, ну, наш командир поставил на командир развода. Зам командира свода сначала, ты меня поставил, зам командира свода, так как у нас был командир сводный. Он потом с БМП прыгнул, что-то у него там случилось со спиной. И вот из-за я поехал, как уже командиром взвода. Страшно было? Да, конечно, да, и мне кажется, всем страшно. Ну, вот если ты еще командир взвода, зам командира взвода, за твоей спиной еще люди, то есть жизни, да, человеческие, это же совсем другая история. Вот в этом случае было страшно? Я выполнил свою задачу, я этому очень рад, что сохранил всех, всех своих людей, кто у меня был в подразделении моем. Каким вы видите противника? Мне кажется, духа мало у него. Мало? Да, мне кажется, мало духа. Я хочу добавить. Ну, я скажу честно, каким бы он не был противник, на мой взгляд, его уважать есть за что? За настойчивость, я считаю. Ну, это, конечно, настойчивость. Ну, на самом деле, это противник, его надо уничтожать. И все. Но они настойчивые, у них есть смелые ребята. Там же надо понимать тоже, что там есть тоже просто мобилизованные, кого-то принудили, и они тоже защищают свою землю. Это тоже надо учитывать. Ну, это земля, по факту, наша, поэтому я считаю, что наши власти и наш президент, Владимир Владимирович Путин, все правильно делает, все хорошо, то, что он, ну, все правильно растолковал и ведет правильную деятельность в освобождении нашей земли. Правильно двигаемся. Да? Двигаемся правильно. Я думаю, все правильно. Ну, если у нас такие бойцы будут, то дойдем. Расскажите историю про танк. Что за история с танком? Это моя история, да. То есть днем по нам работал танк, приезжал прям, кстати, метров 20, работал по нашему дому. А что за танк? Помнишь, какой танк? Немецкий какой-то просто. Ну, немецкий, да, там 80 что ли был, или там 70. Точно назначение не придали. В общем, ситуация такая, наш там тоже боевой товарищ, отработался с ним по РПГ, подбил, он начал отходить, и, получается, и застрял там на бетоне. И экипаж начал выпрыгивать с него, ну, мы их, естественно, там за трехсотили, но они ушли. Я в дальнейшем запустил коптер, разведал всю обстановку, ну, и принял решение, что его надо добить. Танк? Да, чтобы он сгорел. Так как приедут за ним ночью, ну, и его вырывают. Дождался ночи, снял броник, соорудил тротил, ну, смотал его. И все, и броник снял, каску одел и пополз. Ну, где-то час до него полз. Броник-то зачем снял? Ну, чтобы легче было двигаться. Еще луна такая светила, и как раз, где он стоял, там были дома, и в этих домах сидели немцы. Противники? Да, противник. Я пропустила момент, когда мы стали врагов звать немцами. Ну, я не знаю, почему так. Ну, немцы же. Ну, фашики их называют обычно. Фашисты. Да. То есть, ну, дальше что? Я ползал за него где-то около часа, дополз, закинул прям башню тротил, и назад как Саек побежал быстрым шагом. Ну, вот он взорвался, получается. И перед тем, как я туда дополз, ну, меня, конечно, мои боевые товарищи страховали. То есть смотрели в окна, где находился противник. Ну, задачу выполнил, он там взорвался. Ты сам себе такую боевую задачу поставил? Сам себе придумал, сам себе поставил, сам выполнил. Ну, то есть, если бы его вытащили потом, то есть, он бы продолжал по нам работать. Дальше разбирал бы нас. Его нужно было уничтожить, необходимо. Смельчаков было мало. Потом на следующий день еще один приехал. Там танкисты были внутри? Нет, нет, я же говорю, экипаж выпрыгнул, да, мы их за трехсотили, и они, ну, все равно успели убежать. На следующий день такая же почти история была, но башня у второго заклинила, кто приезжал на следующий день, и он уехал. Больше они не приезжали. Ну, я бы тоже не проехала уже обратно оттуда. Награды какие у вас есть? Какие вы награды успели заработать? Ну, наград пока никаких не было у нас. Не, нас подали в списки награды. Ну, пока там решение идет, принимаясь командирами решения, ну, то есть, некоторых ребят уже наградили, нас еще пока нет, но в течение года уже ждем награды, нет никаких наград. Думаем, в скором времени нас наградят. Я бы хотел добавить, что для меня лично самая главная награда, это то, что я живой, целый, с ногами, с руками вернулся оттуда, как бы, ну, это хорошая награда. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы нас подтвердили там, где-то поставили, потому что у нас есть дети, они подрастут, мы все гости в этом мире, как вы знаете, и когда мы уйдем, хотелось бы что-то оставить, какое-то, ну, вдохновение сыну, так скажем, или дочери, там, не имеет значения. Потому что он подошел, смотрит, тут у меня отец был, там, ну, это приятно, как бы, то есть, да, хотелось бы. Ну, мне сказали, что меня подали на два ордена, мужество, за отвагу один орден и медаль Жукова, ну, я не знаю, насколько это правдиво, это пусть решают высшестоящие лица, я просто, просто подчиненный, как бы, ну, вообще, я патриот своей страны, я люблю свою страну, на самом деле. И мы вот занимаемся деятельностью, вот, я сейчас нахожусь на либеритации, мы вот с Фимой, с товарищем, непосредственно, неоднократно ходим по школам, мы нас приглашали и на столетие школы, и в Шкотовский район, и там, в Надежинском районе мы ходили по школам, занимаемся, не то, что занимаемся, нам это нравится, и мы, мы считаем с Фимой, что правильно, молодежь поднаставляет, что, ну, ценить надо Россию, уважать, как бы, любить, оберегать семью. Да, и в школу приходишь, дети такие радостные, знаете, да. То есть, ну, патриотизм это что, это любовь к родине, правильно? Главная мысль, какую донести надо, да, до школьников, до детей, да, вот, из ваших уст? Что надо, надо любить страну свою, надо защищать свою страну, вот главная мысль, на самом деле. Причем, если есть такая необходимость, то есть, с кулаками и с автоматом, да? Три столпа, это вера, семья и родина. Это три вещи, которые нельзя ни при каких обстоятельствах передавать, я так считаю. И мы, в принципе, об этом разговариваем. Дети все такие на эмоциях постоянно. Да, они нас обнимают, там им нравится. Фотографируются? Фотографируются обязательно, да. Как со звездами, да? Какие у нас другие стали звезды? Вовсе не те, которые песенки поют со сцены, да? Теперь получается. Для детей мы вот приходим, беседы ведем от первого до третьего класса, да, общаемся. Старшие группы, там, допустим, уже 16 лет юноши, мы в Зорнице проводим, там, сборка, разборка оружия, огневая подготовка физическая. Да, там, у нас есть ведущие кураторы, нам тоже направляют нас, ставят по учебным точкам, и мы занимаемся молодежью. Я вообще считаю, что каждый ветеран боевых действий, который прошел там, и он в свободное время, он должен заниматься молодежью. Андрей, с тобой был момент на видео, когда ты первый раз стрелял из гранатомета? Да, со мной был. И что, сказал, это все по-настоящему? Все по-настоящему-то я нараспал. А, это Кирилл сказал, да? Да. Это когда в комнате бабахнуло, да? Когда я обгорел чуть-чуть, да. Там на видео есть, как мы в комнату заходим, и там взрывается, вспышка такая. Мы назад выходим, и он такой, ааа, это по-настоящему. То есть, дошло. Но там без позитивных моментов никак, там даже если ты понимаешь. Ты сейчас смеешься? Нет, на самом деле я и там был на позитиве, потому что я знал, если ты руки опустишь, все. Эмоционально сломаешься, там реально действительно сложно, есть моменты. Чело психологически. Ну, то есть, позитив, юмор, он должен присутствовать. Где-то пацанов бодрить надо, ну, надо друг друга поддерживать. Вот есть интересный момент, вот буквально то же самое, чуть ли не теми же самыми словами говорили фронтовки Великой Отечественной. То есть, я вот еще помню, сколько мы с ними общались, успели пообщаться, пока они были в строю, живы, здоровы, да. Говорили буквально то же самое. То есть, может быть, чуть менее современными словами, что нельзя терять присутствие духа, нужно обязательно песня, юмор там, вот это вот все должно быть. Я вообще скажу, я смеялся там, где надо плакать, и если бы я не смеялся, и все плакали, возможно, бы никто не вернулся бы. Знаете, то есть, мой позитив, хоть я выглядел как-нибудь, допустим, сумасшедший, да, хоть это и смешно звучит, ну, вот мой позитив, то, что я там всех бодрил, когда по нам танк стрелял, а мы там в укрытие, да. Я, наоборот, всех сбодрил своим юмором, все как-то, ну, зашевелились, двигаются, там, круговую хорошо заняли, обороняются. А если бы я приуныл, бы сказал, все, я тоже боюсь там, или еще что-то, все, ну, возможно, бы не вернулись. Так это тоже наша сила получается, то, за что держаться надо. Да, вот так. Всякие там моменты бывают. Кем вы были до СВО? Чем вы занимались? Простыми людьми, парнями. Я был просто, по жизни, как родился мужчиной, так вот и шел, семью кормил, работал, учился. Чем семью кормил? Каким? Я в море ходил, зарабатывал деньги, рыбопромышленный, флот, зарабатывали. Есть компания такая, Доброфлот, может, слышали. В ней тоже работал. Ставал, хотел встать на ноги, хорошую, как обычную, вот, человек хочет машину, квартиру, дом, там, все, зарабатывал, кормил. А в море вернешься? Ну, если сейчас спецоперация прекратится и нас распустит, да, я вернусь в море. Может, после спецоперации, с учетом вашего военного, вот, какие-то цели появились амбициозные в жизни тоже? Знаете, мировоззрение поменялось, жизнь по-другому ценить стал. Вот, побыл на спецоперации, вот, кружка воды для меня, многое теперь что значит. Раньше я был, допустим, водой там налево-направо, а сейчас я понимаю, что это, ну, какой ценой она может быть стоит. Если там бутылка воды стоит жизни, то есть о чем подумать, как ценить моменты легкости и свободы. Кружка воды, да, родные рядом, закат, рассвет, я не знаю, проснуться в теплой постели, дом. Ты видишь прекрасное в других вещах, находясь там, ты понимаешь, насколько ценно то, что ты имел и не ценил. Ну, на самом деле, просто вот кипятка даже тебе дали, бывают моменты, ты на задаче боевой, у тебя, ну, нету возможности зажигалку где-то зажечь, фонарик включить, потому что, ну, это все засекут тебя и так далее, а ты должен маскироваться или еще что-либо. Ну, к горячей воде попьешь чай, шоколадка, все, ты радостный, ты счастливый. Я жене сказал в первую очередь, купи белый простынь. Почему? Не знаю, захотел. А, хотел поспать на белоснежной простыне? Да. Купила? Купила. Андрей, чем занимался до СВУ? Я был водолазом, работал в морекультуре, ну, по грепешку, по трепану, ну, официально. Ну, в принципе, вот водолаз, водолазничал много лет, до сих пор нравится, нет, нет, ну, могу поднырнуть. В профессию вернешься? Да. Мне это нравится, это мое. Если будут предложения продолжить воинскую службу после окончания СВУ? Ну, если Родина позовет, то думаю, да, продолжу. В принципе, все нравится, ну, ничего такого. Что хотелось бы сказать людям, которые, может, и хотели бы пойти на СВУ, и вроде вот все подталкивают, но вот что-то сомневаются они, вот что хотелось бы им сказать? Я бы им смелости пожелал, бы и удачи, и все, честно. Если они уже решились идти, то это на самом деле не каждый может, потому что, потому что не каждый может себе позволить пойти рискнуть собой и защитить свою Родину. Но я считаю, что защищать Родину – это священный долг каждого мужчины, на самом деле. Ну, и я вообще первый раз пошел, я был дважды там, первый раз я пошел, я вообще не думал о том, что там какие-то денежные пособия будут или еще что-либо. Я вообще находился в море, отработал 9 месяцев в море, пришел двое суток, я оказался на Бамбурово, ну, по-любому Бамбурово, отработал там месяц. Нас научили тому, чего я не умел до этого делать. И пошел на СВО, то есть я девятку проходил в море и сразу там… Даже с моря не отдыхал. Да, то есть я не отдыхал, ничего, ну, я с тем ощущением пошел, как патриот, понимаете, я не думал там, что, что, мне сказали в этом повестке. Я вообще сам хотел к добровольцам пойти, я сидел, смотрел новости, вижу, показывают город Донецк, его разбиваю там жестко. Я думаю, вот я бы там оказался. Я такой думаю, надо, там у нас Тигры есть, пойду, запишу контракт в Тигры, сейчас как раз срез заканчивается и в Тигры пойду. А тут прихожу домой, появляется связь, в море от внешнего мира нету связи. Я звоню родителям, мама берет трубку, и она мне оповещает, чтобы несли повестку. Я говорю, ну все, мам, раз ты ее взяла, значит, в 100% иду уже только не в добровольца, а в Министерство обороны. Все, пошел. Я доволен, мне очень нравилось, ну, вообще на энтузиазме прошел первый раз. Второй раз у меня немножко поменялось мировоззрение, ну, все так же осталось, патриотизм, любовь к родине, все это есть. Ну, просто немножко аккуратнее стал себя вести, не так наивно. В этом случае я всегда думаю о семье, да как же вас дождаться-то? То с моря, то со свого, да это же невозможно, посидеешь, покажешь. Ну, кто, если не мы? Кто, если не мы, вот честно, вот так? Ну, просто кто? Если вот не простые мужики, я вот так скажу, как есть, кто пойдет? Нет. И так, вы сами понимаете, что много ребят просто не хочет, убегают и так далее. А те, кто хочет, вот я считаю, что им надо давать зеленый свет, их надо прислушать. Если он хочет, танкисты, дайте ему танк. Хочет он снайпером быть, дайте ему снайперскую винтовку, обучите его. Ну, наоборот, надо приветствовать такое, мне кажется. Если просятся, люди сами поощряйте, пусть развиваются, пусть работают. Они могут, они хотят этого, нельзя по рукам бить. Андрей, что ты хочешь добавить? В принципе, все правильно говорит Лиза, все правильно сказал, да. Есть оговорена отдельная награда за то, что ты уничтожил технику, любую, иностранную, украинскую. Как-то приходилось на практике с этим сталкиваться? Тем более, что вот история про подбитый танк, это вообще стоит отдельного, отдельных наград. Ну, в данный момент до сих пор ничего не пришло, мне, ну, думаю, в дальнейшем за вот этот вот танк подбитый, думаю, в дальнейшем начислят что-то, что-то упадет. Ну, в принципе, не знаю. Задачи там разные, там и легко, и тяжело, то есть в зависимости от того, как ты сам воспринимаешь, и насколько ты смелый тоже. Там много факторов всяких. Главное, что помогать друг другу, я думаю, не бояться. Противник тоже боится. Да и вообще, когда работаешь... Я думаю, еще как боится. Да, еще как боится. Ты, когда работаешься, не думаешь. Вас там почти каждый день штурмовали, да? Да. Мы постоянно вкруговой отбивались. Они не могли наш дом взять. Мы им не давали этой возможности. Первое ранение получилось, что я хотел выкинуть гранату, там, они подходили к окнам, мы гранаты скидывали на них. Я тоже все чеку взвел, дежурок, гранату, у меня пуля прилетела в трапецию. Насквозь. Ну, я долго не думая, чеку на место поставил. Говорю, ребята, я 300, помогите, держите сектор. Все, сектор забрали, я ушел. Доктор, там, у нас был с нами доктор. Большое ему спасибо, кстати, хочу, вот если вот этот репортаж будет, ему бы большое спасибо передал я. Он к нам прикомендированный был. Молодец мальчишка дагестанец такой. Прямо обработал. Не помню позывной, да. Я тоже забыл. Хороший парень. Вообще не давал нам никому там заболеть, так скажем. Выполнял свою работу качественно. В общем, у нас все были ребята такие, молодцы. То есть слаженная, крепкая команда. Второй раз я приехал один. То есть ты после ранения вернулся опять на СВО? Да, либеритировался, восстановился, да. Поехал еще раз. Был старшим группы. Спасибо вам большое. Спасибо вам за беседу, за то, что рассказываете, как на самом деле происходит, как идут дела на СВО. С вашей точки зрения, да, вот прям первым взглядом, от первого лица, что называется, СВО от первого лица. Я думаю, что скорее всего вы на СВО вернетесь. Я думаю, да. У меня к вам единственное пожелание. Пожалуйста, возвращайтесь. Возвращайтесь живыми, здоровыми, целыми. Возвращайтесь к семьям. И сегодня у нас в программе в центре внимания «Среда героев» были самые отважные морпехи из 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова, бригады морской пехоты. Продолжение следует...